МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как никогда и всегда она у нас идет на ура. И всегда много полезной, нужной, главное, важной, актуальной информации мы для вас предоставляем. Все лучшее детям. Так звучит наша тема и телефон прямого эфира. Напомним, 202-11-22. Помимо того, что вы можете задавать свои вопросы нашим гостям сегодняшним, что-то наверняка заинтересует, может быть, какие-то уточнения будут у вас. Не стесняйтесь, набирайте, когда еще такая возможность будет. Я вам еще предлагаю поиграть. Сегодня в каждой части нашей программы у нас для вас приготовлены вопросы. Известные фильмы и мультфильмы на детскую тематику. И билеты в кино у нас на кону, и билеты на спектакль «Кроткое» в Театр Самарской площади тоже будем разыгрывать. Так что давайте от телефона далеко не уходите. Он совсем скоро вам понадобится. Ну что, давайте знакомиться с нашими первыми гостями. Буду зачитывать действительно торжественно, потому что название, оно хоть и достаточно интересное и сказочное, но несет за собой очень много важной информации. Муниципальное, автономное, дошкольное, образовательное учреждение. Центр развития ребенка. Детский сад номер 108 городского округа Самара. Золотая рыбка. Здравствуйте. Буду представлять наших сегодняшних гостей. С нами здесь Лагденова Оксана Станиславовна, заведующая детским садом. Здравствуйте. Методист детского сада Радаева Людмила Михайловна. Добрый день. Здравствуйте. И медицинская сестра по физиотерапии Проскурина Марина Станиславовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Все лучшие дети, мы тут уже лучше не скажем. Золотая рыбка, сказочное название. Но все же у нас не сказка о жизни. Каждый приходит в профессию, да, в какое-то такое удивительное свое направление, призывание не случайно. Вот как заведующая вы у нас, Оксана Станиславовна, расскажите, вот как вы почувствовали интерес к профессии? С детства ли, или вы как-то вот уже в каком-то сознательном подростковом возрасте это все для себя выяснили, решили, определили? Вы знаете, действительно, детский сад Золотая рыбка, безусловно, исполнит все желания родителей, если они обратятся к нам. Если говорить обо мне, то я практически с раннего детства, лет с пяти-шести, вот как себя помню, уже определилась со своей будущей профессией, всегда считала ее очень престижной, очень значимой. Очень почетной. Очень почетной. И считаю, что развитие детей, это действительно очень значимое глобальное дело, которое, собственно, создает будущее нашей страны. Меня всегда увлекало и получалось общение с детьми. И раньше, да, я работала учителем-логопедом, тоже в дошкольном образовательном учреждении. После этого перешла на заведование в 108-й детский сад, и уже более 11-ти лет возглавляют учреждение. С историей, между прочим, которая в этом году 33 года. А это, кстати, вот хорошая цифра, и не все похвастаются. Могут таким вот, как же, достаточно длинным периодом в жизни такого вот учреждения, как детский сад. Ну, не юбилей, но приятная цифра. Юбилей 30-летия мы отмечали в ноябре 2012 года. Это было достаточно значимое для нас событие. Сколько выпускников, педагогов. Да, за столько лет, за 30 лет, безусловно. Мы выпустили целую плеяду выпускников, которые пришли к нам на юбилей детского сада. Вообще, детский сад начинался с цеха завода имени Масленникова. И был открыт при заводе Масленникова, был построен им. Затем, в дальнейшем, в рамках эксперимента, как учебно-воспитательный комплекс-эксперимент, мы были присоединены к 148-й школе в качестве дошкольного отделения. С 2003 года произошло разделение. Мы выделились в самостоятельное юридическое лицо. И уже стали наименоваться «Золотой рыбкой». И имеем вот такую историю с 2003 года самостоятельную, где уже много, в общем-то, есть событий значимых, интересных, не только для нас, как для педагогического коллектива, но и для родителей, и для детей, для всех участников образовательных отношений. Да, мне кажется, еще и для детей привлекательно. Где ты, в какой детский сад ходишь? В «Золотую рыбку». В «Золотую рыбку». Так сказочно, приятно. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. Раз у нас здесь сказки, раз у нас здесь в реальности это хороший детский сад, для вас тоже вопросы. Немножечко с вами поиграем, развеемся. Телефон 202-11-22, кинокадр, пожалуйста, в студию. Если вы угадали, что это за фильм, что это за, может быть, произведение, кто здесь изображен, тоже было бы неплохо, звоните 202-11-22. Получите билеты на спектакль «Кроткая театра Самарская площадь». Это уже 28 февраля. Звоните 202-11-22. Будем ждать звонков и ваших вопросов. Но если говорить все-таки о детском саде, как вот об учреждении, ведь дополнительное образование – это немаловажное вообще такое направление именно вот для детей, для тех, чтобы, для того, чтобы в них вложить что-то. Ведь дошкольное образование, вы как-то этому уделяете, тоже какое-то особое внимание. Если говорить о преимуществах нашего детского сада, то, безусловно, это уровень центра развития ребенка. Среди муниципальных дошкольных учреждений, есть детские сады общеразвивающего вида, есть детские сады по присмотру уходу, и есть детские сады, их не так много, которые относятся к статусу центра развития ребенка. Это говорит о том, что все четыре основных направления развития воспитанников в данном дошкольном учреждении превышают государственный стандарт и имеют помимо образовательных занятий в первой половине дня, достаточно большой спектр или набор услуг во второй половине дня. И если мы говорим о качестве дошкольного образования, которому сейчас уделяется огромное внимание из стороны государства, из стороны родительской общественности, то в понятие качества входит три составляющих. Это качество взаимодействия педагогов с детьми, это качество содержания образования, в том числе... Наполнение, да, вот этого всего, что... Да, условия, в каких условиях реализуются программы. Сами программы образовательные, нужно сказать, что каждое дошкольное учреждение теперь самостоятельно разрабатывает свою общеобразовательную программу дошкольного образования. Свой путь такой, да, у каждого? Да, выбирает свои технологии и отличается от других детских садов именно набором программ, качеством взаимодействия с воспитанниками и в результате чего получается, в общем-то, совершенно замечательный выпускник, который выходит из стен нашей «Золотой рыбки». И Людмила Михайловна, я думаю, нам поможет рассказать о том, каков же он выпускник 108-го детского сада «Золотая рыбка». Нашими педагогами, совместно с родителями, конечно, разработали портрет выпускника. Который, кстати, очень красиво смотрится на самой главной странице сайта. Я зашла перед эфиром, смотрю, стоит такой молодой человек, юный, деловой, и там 22 качества, 22 характеристики. У него еще на голове замечательная корона, ручная работа, которая была подарена нашим креативным родителям. Она архитектор, дизайнер по образованию. И замечательно просто это смотрится. Действительно, рекомендую всем зайти и более подробно ознакомиться с нашим сайтом. Людмила Михайловна, какие-то яркие моменты, да, выпускника? Да, я думаю, что чем отличается наш детский сад от других детских садов, это прежде всего наш выпускник. Он выходит с такими знаниями и, конечно, овладевший основными основами большого тенниса, основами информационных технологий, умеющий плавать, умеющий, овладевший, конечно, основами этого вокала. Ну вот такие примеры. Ну, прежде всего, я думаю, что наши дети, это прежде всего, это здоровье. Ну, о здоровье мы обязательно сейчас поговорим, примем звонок. Давайте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь замечательные ребятишки, которые ходят в детский сад? Нету. Ну, искренне вам этого желаем. А у вас воспоминания о детском саде какие? Самые, надеюсь, теплые? Да, я не хотела показать. Эх, ну, что ж, я могу сказать, мои воспоминания самые теплые. Давайте мы сейчас будем выяснять, что же за фильм мы загадали здесь, смотрели ли вы его? Да, смотрела. Так. Там изображено, что полк играет Боярский, а коза это мама Людмила Кушкина. А фильм-то как называть? А фильм называется «Мама». Правильно, фильм-сказка «Мама». Правильно, вы отгадали все верно. Спасибо вам большое, отправляйтесь на спектакль. Ну, мы вот тут выяснили, что в детском саду «Золотая рыбка» выпускники практически как космонавты, с полным набором каких-то качеств, каких-то удивительных, я думаю, еще и лидерских. На управление способностей, но и здоровые. Ну, тут нам уже медсестра расскажет, как здоровьем следить, и что интересно вообще. Следим. Следим. В нашем детском саду работает недавно отремонтированный детский бассейн. Не каждый детский сад этим можно. Да, вообще их не так много, бассейнов в детских садах. Поэтому мы и говорим, что овладевшие умение плавать. Благодаря этому мы делаем закаливание детям, здесь идет физическое развитие, обучение плавания детей с двух до семи лет и преодоление чувства страха воды. Это тоже свой фактор играет роль. Некоторые дети боятся, а потом уже выпускниками они выходят, умеющими плавать, здоровыми и не боятся воды. У вас спецагентов готовят там, что ли? Они поют у вас. Разведшкола. Да, да, да. И плавают, и закаливаются, и еще там 20... Несколькими видов плавания. Еще и теннисами. На спине и кролем, да, Марина Станиславовна? Также в нашем детском саду работает лицензированный кабинет физиотерапевтический, кабинет массажа, процедурный кабинет и медицинский кабинет. Санаторий. Мы закупили более 10 современной аппаратуры в физкабинете. Это ИУВЧ, ветофоник, магнит, лазер, ультразвуковой ингалятор. В ближайшем будущем у нас идет поступление для галлотерапии. Это вообще будет замечательный аппарат. Да, Александр Саниславовна? Да. Так, ну тут уже подход со всех сторон, я так понимаю. Здоровье и творческие составляющие. Вообще, мне кажется, что подготовить такого выпускника или выпускницу, это, ну, дорогого стоит, это труд людей. И не просто, наверное, каких-то там воспитателей, а педагогов, да? У вас наверняка есть пара добрых слов о ваших коллегах. Конечно, прежде всего, наша педагогическая среда, в нашем автономном учреждении, это высоко, стабильно, и около 90% только наших педагогов, это с высшим образованием. И достаточный уровень, конечно, качества подтверждается их результатами аттестации. Это 60% педагогов у нас прошли аттестацию, имеют высшую и первую коллекционные категории. И 30% наших педагогического коллектива трудятся уже более 15 лет. То есть коллектив такой сплоченный и работает команде. А подтверждение ЭКОМу, это те дипломы, которые сегодня принесли наши гости в студию. Будьте добры, пожалуйста, покажите их нам. А уж вы, друзья мои, можете внимательно рассмотреть, я так понимаю, это вообще односотая часть тех дипломов, тех наград, которые есть у Золотой Рыбки. И я вот для себя, например, отметила, что лауреат конкурса, где я сказала, Золотая Рыбка, 100 лучших дополнительных образовательных учреждений. Дошкольных образовательных. Дошкольных, прошу прощения, дошкольных учреждений России. А это, между прочим, мне кажется, дорогого стоит. Ну, выбираем детский сад. На что обращаем внимание в первую очередь? Если позволите, Юля, я покажу этот диплом, который нам был вручен в ноябре 2014 года как лучшему дошкольному образовательному учреждению, вошедшему в топ-100 Российской Федерации. Также нам была вручена вот такая медаль. И конкурс, в общем-то, состоял из 33 тысяч дошкольных образовательных организаций Российской Федерации. Из них было выбрано 100 лучших детских садов. Также там были номинированы и вручены дипломом 100 лучших учреждений дополнительного образования, 100 лучших школ. Но если говорить о нашем учреждении, помимо того, что мы вошли в сотню лучших, также нам были вручены дипломы лидер в здоровьезберегающих технологиях именно благодаря тем ресурсам и той экспериментальной деятельности, тем методикам, которые мы применяем в оздоравливании воспитанников. И в 2014 году мы проводили параллельно со всей страной вместе с Сочи олимпиаду в нашем детском саду. Да тут не мудрено, у вас и водные виды спорта, и зимнюю. Мы зимнюю олимпиаду проводили, и нам также был вручен диплом события года за проведение зимних олимпийских игр в 108 детском саду. Вот такое замечательное событие в ноябре 2014 года состоялось, а уже позже, в 2015 году, мы стали лауреатами, серебряными медалистами международного конкурса «Надежда планеты», который состоялся в Новосибирске. Я сейчас покажу вам такое свидетельство к этой медали за методику в развитии гендерного подхода в социализации детей дошкольного возраста. Как я сказала, все четыре направления развития ребенка у нас превышают государственный стандарт. И в частности, социально-коммуникативное направление развития воспитанников мы реализуем сверхстандарта в части гендерного воспитания детей. Это крайне актуально сейчас. И вот в городе Новосибирске в международном конкурсе мы заняли второе место. А также у нас есть хореографический коллектив «Золотая рыбка». Вы еще и танцуете. И танцуем, и поем. И мы стали дипломантами международного фестиваля «Радуга талантов», который проходил у нас здесь, в Самаре, в «Современнике». И там в номинации «Самый молодой коллектив» от 6 до 14 лет наша танцевальная группа заняла почетное третье место. Там были детки старше нас и опытнее. Мы первый раз принимали участие. Но уже вот с такими результатами вышли. Мы гордимся нашими воспитанниками и их результатами. Предлагаю посмотреть фотографии, все-таки немножечко рассказать и о них, как выглядит внутри и снаружи детский сад. Пожалуйста. Как Людмила Михайловна уже сказала, мы работаем единой командой. Действительно, мыслим в одном направлении со всеми участниками образовательных отношений и, в частности, с родителями. У вас, да, есть клуб даже целый. Да, у нас родители очень помогают нам создавать предметно-пространственную развивающуюся среду, и они занимались вместе с нами ландшафтным дизайном, и мы победили неоднократно в 11, 12, 13 годах вот в конкурсе на лучший ландшафтный дизайн детских садов. Также в 12 году у нас были гости. Это были представители Китая. Ну, это вот одна из фотографий, мы хотим вам продемонстрировать. Мы делились опытом. Также я в 13, в 14, в 15 годах посещала Германию, Финляндию, Японию. Также где обменивалась опытом вот в рамках семинаров по дошкольному образованию. Также мы призеры в течение многих лет по новогоднему оформлению фасадов и внутренних помещений детских садов. Мы принимаем участие как в общегородском конкурсе среди всей социальной сферы, куда входят и поликлиники, больницы, вообще вся социальная сфера, не только учреждения образования. Каждый год, да, это вот, кстати, фотография олимпиады, которая проходила в нашем. Собственно, у вас тут целая команда. Да, у нас было несколько там команд по всем видам зимних видов спорта. Мы принимали участие. Это вот наш новый спортивный зал, покрытие которого позволяет проводить занятия по большому теннису. И мы сотрудничаем с теннисным клубом, который, предоставляя своих преподавателей, обучают, конечно, у нас была медал-плаза, и мы там проводили торжественное награждение. Это наши застудия, вообще ряд помещений в нашей дошкольной организации способствует тому, чтобы развивать детей в различных направлениях. Это физиотерапевтический кабинет, о котором вскользь уже говорила Марина Станиславовна. И наш замечательный бассейн, да, в котором мы ежегодно, летом проводим малоолимпийские игры на воде. Конечно, ресурсы образовательных учреждений, в том числе компьютерный класс, интерактивная доска, способствуют тому, чтобы дети развивались еще в интерактивной среде. Также у нас есть занятия по карате, йоге. В общем, много всего. Даже, наверное, все сразу невозможно уместить в одной передаче, чтобы перечислить. И как раз вот этот город Санкт-Петербург к вручению нам диплома и медали 100 лучших дошкольных образовательных организаций Российской Федерации. Ну, я могу сказать, что время у нас, к сожалению, на нашей первой части подошло к концу. Буквально, может быть, пару слов вас, как заведующих, родителям. В камеру напротив. Если есть что сказать, пожалуйста, я вас попрошу. Уважаемые родители, я вам от всей души желаю выбирать все лучшее для ваших детей. Среди дошкольных образовательных учреждений есть очень много интересных детских садов, которые успешно позиционируют себя не только на уровне города и Самарской области, но и на международном уровне. Заходите на сайты дошкольных образовательных учреждений, знакомьтесь с ними, знакомьтесь с содержанием образовательных программ. Выбирайте все самое лучшее, самое интересное для самых дорогих для вас людей, для ваших детей. Всего вам доброго, успехов вам! И вам успехов! Спасибо большое, что пришли. Ну, а впереди у нас тоже интересные гости с таким очень удивительным названием для своей компании «Вкусняшка». О чем мы будем говорить, узнаем уже совсем скоро. Не переключайтесь. Символ начала весны. Ну, я думаю, цветение вербы, я так думаю. Ну, и резкая смена погоды с зимней на весеннюю. Я выхожу с собачкой гулять, да? Птички чирикают. Сейчас, по-моему, уже скворцы появились. И вот это чирик-чирик. Вот это вот. Если солнце, это все. Когда солнышко пригревает, снег тает, птички поют, небо голубое. Это все преддверие весны. Ну, побольше солнца. Солнце, наверное, сетку. Ну, и 8 марта. Вот все как-то стараются в подарочки. Какое-то настроение друг к другу поднять с чем-то. Хорошими таким цветами, подарками. Когда снег растает, уже начнут птицы петь. Цветок растет на подоконнике. И когда он зацветает, обязательно весна наступает. Как только он собирается цвести, значит, скоро тепло. Солнце. Когда солнышко, жизнь возрождается. Ну, а птички поют еще весна. Птички поют, ручейки. Да, ручейки текут. Символом начала весны, наверное, является больше всего женщина, которые, как бы, выглядят еще красивее. Вот. Наряднее одеваются. Начало весны. Ну, весна – это сыр все время с пробуждением. Зачувствуется в природе, в боевом духе людей. Ну, конечно, это талая вода. Свет солнца. Все лучше детям. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 202-11-22 пригодится вам, потому что сейчас задам еще один вопрос, который принесет вам билеты в кино. В киномечту. Внимание на экран. Что за мультика мы загадали? Звоните нам 202-11-22. Будем рады вашим звонкам. Ну, а уж если говорить о детях и о том, что же лучше может быть для детей, что же может быть лучше, чем питание наших детей, вот об этом говорим в нашей второй части. И с большим удовольствием вам представляю наших гостей. Специалист сети православных детских садов «Жемчужинка» Мариана Просветова. Здравствуйте. И с нами здесь представитель компании «Вкусняшка» Артем Колясников. Здравствуйте. И начальник отдела логистики компании «Вкусняшка» Евгений Гуняков. Здравствуйте. Ну, детское питание. Как вообще родилась такая идея? Возникла потребность заниматься именно детским питанием? С чего вдруг? Вы знаете, изначально все мои родственники занимаются и как-то связаны с детским питанием. Вот. Поэтому, в принципе, это закономерное продолжение деятельности моей семьи. Но, в принципе, я люблю детей и хочу, чтобы они вкусно ели. Хорошие, мне кажется, это как раз таки. Люблю детей, хочу, чтобы они вкусно ели. Тут уже по-другому лучше ты и не придумаешь ответ. Ну, а вот как вообще начать с того, чтобы начать разбираться в детском питании? Это же нужно самому что-то пробовать, наверное. Однозначно. И не то, чтобы сказать, приходится, а это обязательная процедура каждодневная. В принципе, мы пробуем. Дегустируете, да? То есть отвечаете за качество? Конечно, естественно. Ну, а вот как, допустим, нужно обращать все-таки внимание на того поставщика, на ту поставку, которая привозит питание детям? Что вот в выборе должно быть главное? В выборе поставщика, я думаю, если отбросить основные аспекты, да, это высококвалифицированные специалисты, качественные продукты. Это еще, наверное, главные судьи этого питания – это дети, которые очень капризны в этом плане. Поэтому, если дети едят, то, соответственно, поставщик уверен в своих продуктах, и он может предоставить пробные дни, или пробный день, хорошо назовем его так. Мы предоставляем пробный день для детских садов. Тут уже, как говорится, все внимание на детей, да? Понравится, не понравится. А что за питание вы поставляете? Это что за продукт? Это полноценный комплексный завтрак, обед, полдень и ужин. То есть все, как бы, включено, получается? Конечно. Дети питаются по полному набору, все включено? Полностью, мы очень за этим следим. Здорово, друзья. Ну, давайте, если есть у вас какие-то вопросы, звоните нам, 202-11-22, телефон прямого эфира. Будут вопросы, замечания какие-то, может быть, предложения к нашим гостям, не стесняйтесь, звоните, ответим, постараемся. Ну, вот, если переходить непосредственно к тем, кто ест, тем, кто за этим следит, и кому нравится или не нравится. Ваш детский сад «Жемчужинка» как-то, я не знаю, привередлив в питании? И вообще, как вот так еще и православный детский сад? Я могу сказать, что у нас сеть православных детских садов, у нас несколько филиалов по разному городу. И действительно, во-первых, в наших детских садах есть некие особенности, а именно, допустим, составляющие это основа православия для детей. И, естественно, с этим связана некая еще специфика в питании. Я о ней остановлюсь немножко попозже, но насчет того, что насколько долго и насколько трудно нам приходилось выбирать поставщика качественного питания для детей. Пробовать, да? Пробовать приходилось. Методом пробуя ошибок, да? Да, пробовать приходилось. Но именно, допустим, есть у нас филиал на улице Ставропольской. Вот мы там поменяли пятерых поставщиков. К сожалению, ни один не мог всем параметрам по качеству удовлетворить. У кого-то доставка не вовремя, кто-то привозит холодную, кто-то, например, дети не едят. Ну, вроде все хорошо, но не кушают хорошо. И вот когда действительно Артем нашел, вышел на связь с нами, мы вот на данный момент очень рады тому, что мы можем спокойно кормить наших детей. Да, потому что это очень важно. Даже вот, отвечая всем бытовым условиям и так далее, конечно, лучше всего готовить самим. Но, к сожалению, в современной действительности этого не может нам предложить, да? Это очень тяжело, это затратно и так далее. И, конечно, найти качественное питание детское, это очень здорово. На данный момент мы сотрудничаем уже порядка нескольких месяцев. И пока к этому поставщику каких-либо серьезных нареканий у нас не было. Были какие-то мелкие, конечно, но это у каждого может быть. Наверное, момент притирки какой-то такой, да? Да, возможно. Но по большому счету мы очень довольны. Для нас вот эта вкусняшка, она прям вот явилась как радость. Артем, вот шеф-повар там что ли работает? Кто вот следит и кто это готовит? Я не знаю, есть, оставляют люди меню там, я не знаю, опрашивают ли детей? Как вот у вас это происходит? Интересно. Мы в этом плане очень гибки. Мы подстраиваемся под каждого клиента индивидуально. То есть, вот допустим, здесь, как уже сказали, садики с православным уклоном. То есть, мы постарались, мы не можем детей, естественно, без витаминов оставить основных, но мы поменяли мясо на рыбу в среду и пятницу. То есть, в этом, это основные такие моменты, я думаю. Просто на данном рынке никто не относился к заказчикам должным образом, назовем это так. Ну, ведь, как уже сказала Марьяна, есть поставщики, есть разные люди, которые этим занимаются. Но тех, кто вот так вот плотно, тех, кто так тепло, я не знаю, так с душой, я хвалю сейчас вас. Благодарю. Потому что отзывы есть, и как бы я тоже в интернете почитала, люди хорошие вещи пишут. И как давно вообще вы занимаетесь этим, раз вы так хорошо уже изучили? Вы знаете, в Самаре мы этим, именно в Самаре, мы этим занимаемся около полугода. И когда мы только начали, мы действительно поняли то, что на данном рынке, именно в Самаре, есть проблемы, от которых Марьяна уже сказала. Вот, в первые два месяца наши ожидания превысили в три раза по количеству клиентов. Вот, поэтому мы занимаемся, растем. У вас тоже команда? Естественно, естественно. Вот, один из представителей моей команды. Евгений, ну расскажите, как не опоздать, как все это сделать вовремя, как вообще поставить такую ответственную вещь, как детское питание, поставка детского питания на поток, чтобы это ничего нигде не застряло, пришло вовремя. Изначально это нужно смотреть по дорогам, по нашим самарским. Да. Чтобы у нас можно простоять в пробках очень-очень долго, но ищем объездные пузи и стараемся всегда доставить вовремя, чтобы было всегда все горячее и вкусное. Горячее. А вот хочу спросить, у вас есть дети? Да. А вот они говорят, например, пап, вот нам нравится или не нравится в детском саду еда? Что вот хотят есть современные дети? Такой вопрос. Что-то вкусненькое. По-разному. Все дети разные и все дети по-разному предпочитают. Дети любят вкусняшку. Дети любят вкусняшку, вот Марьяна говорит. Ну, ваши-то дети, какие-то отзывы вы собираете? Мой ребенок посещает наш именно детский сад. Там есть общество чистых тарелок. Там есть общество чистых тарелок. Вот, допустим, именно, конечно, больше всего я знаю отзывы именно из той группы, которую посещает моя дочь. Вот она говорит, нам нравится, мы все кушаем, мы хотим добавку. Вот ее именно отзывы меня очень радуют. Да, допустим, всегда у любой мамы это проблема накормить ребенка. Дома-то ладно, а кто в детском саду-то за ним, да, приглядит, чтобы он правильно? Да, кормит. И если даже яселька маленькая, полтора годика, ребеночку сам не может кушать и накормит все. Это не проблема как раз докормить ребенка. Проблема в том, чтобы эта еда была вкусная и чтобы ребенок самому нравилось покушать. А есть любимое блюдо у вашего ребенка, так вот, если на вскидку? Мой ребенок? Ну, мой ребенок любит омлет, допустим. А я вот запеканку вспоминаю. Запеканку творожную тоже любит, тоже это обязательно она ест и хвалит. Ну, конечно, детям очень нравятся, в принципе, супы. Вот, в принципе, если что-то, допустим, какие-то вещи густые или, ну, я не знаю, твердые, им, именно маленьким детям нелегко кушать, потому что они немного сил имеют для того, чтобы кушать. Вот. То, конечно, то, что с подливкой, если второе, нужно обязательно просить, чтобы поставщики давали подливку отдельно. Ну, подливка – это отдельная тема, конечно. А если супы... Приятного аппетита, друзья, если вы сейчас обедаете как раз-таки. У меня вопрос. Ну, вот ваш православный детский сад и сеть, да? Мы уже затронули тему, что питание особенное. У нас вообще особенно связано с тем, что у нас учредитель православный храм. В соответствии с этим, конечно, основой православия является культурологической составляющей нашей образовательной программы. Наряду со светской программой, которую мы ведем, все там есть. И грамоты, и развитие речи, и рисование, и логопед, и дефектологи даже есть. У нас все вот, как только что предыдущие выступающие сказали о муниципальных садах, тоже, конечно, мы все это ведем. Но у нас еще есть основа православия. Два раза в неделю мы читаем вещи, житие святых или детскую Библию ребятам. И мы причащаем детей, мы приводим их в храм либо под праздник под большой, либо раз в месяц, если, например, не случилось никаких праздников. И, конечно, мы соблюдаем некоторые ограничения в питании. Ну, условно говоря, наши основные просьбы к поставщикам питания были и просим вас обеспечить, чтобы среда и пятница были дни постные. Что такое для нас пост? Мы не можем отказать детям в питании, допустим, полностью исключить белок, но творог, сыр, молоко, масло, это мы все даем. Единственное, эти дни мы просим поставщиков поменять мясо на рыбу. То есть в эти дни мы не даем курицу или мясо, мы даем рыбу в эти дни. И вот только для всех это становилось очень большой проблемой. Именно вкусняшка пошла навстречу, и именно на наши условия они очень хорошо... Отозвались, да, получается? Отозвались, да. Приняли ваши условия. У нас, кстати, есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, как вас зовут? Меня зовут Арсений. Очень приятно, Арсений. Ты у нас хочешь выиграть билеты в кино? Да. Ну, хорошо. С кем пойдешь, если выиграешь? Петрой. Правильно. Ну, давай сейчас посмотрим на экраны, что же мы там увидим. Мне кажется, это мысль называется «Три богатыря на дальних берегах». Ну, или на странных берегах, на дальних берегах. Правильно. Молодец, выиграл билет для себя и для своей сестры. Скажи, пожалуйста, ты в садик ходил? Нет. Не ходил. Ну, что ж такое? Нам сегодня попадаются те, кто не ходил в садик. А вот если бы ходил в садик, мы бы тебя спросили, что ты там любил есть. Наверняка что-нибудь бы вкусное вспомнил, а не только какао с пенками, в конце концов. Артем, вопрос у меня такой к вам. Вот как учесть особенности все? Есть ведь, допустим, православный детский сад, который хочет среду-пятницу кушать рыбу. Есть другие, допустим, сады, где у них какая-то другая особенность. Вот как это все учесть и кто над этим работает? Как вы все это успеваете, все это складываете, еще и всем развозите вовремя? Ну, для определенных задач есть определенные лица, но в основном я стараюсь, в основном я стараюсь взаимодействовать с клиентами, заказчиками с нашими. Соответственно, исходя из этого, я делаю все, чтобы мы были максимально гибкими, готовили, соответственно, еще вкусно и привозили вовремя. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть у вас какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям, задавайте их, не стесняйтесь. Я думаю, что они с большим удовольствием ответят на них и как-то, собственно, с большим удовольствием какие-то вопросы прокомментируют. Ну, а расширяться, не знаю, на область? Есть мысли какие-нибудь? У нас присутствует в другом городе филиал наш, но все впереди, все будет видно, пока наша основная цель – это готовить вкусную, качественную еду для детей. Сколько сейчас примерно детских садов у вас на обслуживании находится? Есть какая-то такая статистика, цифра? Вы знаете, это число постоянно варьируется, поэтому конкретных цифр я, наверное, называть не буду. А для взрослых не привозите вкусняшку? Ну, мы рассмотрим все варианты сотрудничества, я же говорю, мы гибкие. Вот, друзья мои, тут и для детей, и для взрослых, а самое главное, что вкусно, полезно и, собственно, отвечают за качество. Потому что на себе, я так понимаю, тестируют все. Все верно. На себе. Ну вот, если не секрет, вообще, когда вы занимались, вы сказали, что у вас семейный бизнес, а вы в садик ходили, Артем? Конечно. Вот вы помните, как вас там кормили? Смутно, но что-то припоминаю, да. Я помню, в основном, школьное питание. Оно, в принципе, не сильно отличается. Но сейчас вот упор на что делается? Я знаю, что, допустим, если раньше мы ели в основном какие-то каши, да, то сейчас что-то другое? Ну, стараемся добавлять побольше фруктов, потому что фрукты в любом случае дети любят кушать. А выпечка, какие-то сладости? Естественно, это все присутствует. То есть вы еще и печете какие-то плюшки? Да, то есть мы выпекаем плюшки, соответственно, также мы закупаем печенье, также его отвозим детям. Ну, то есть, в принципе, у нас это все направления работают в полной мере. Ну, так понимаю, все-таки детский сад доволен. Ну, пока да. Надеемся, что наше с вами сотрудничество будет в полной мере успешным. Поэтому, конечно, конечно, хочется только пожелать им успехов. То есть я все-таки хочу для себя прояснить. Получается, что они у вас комплектуют в течение всего дня завтрак, обед, полдник и ужин. Да. И это все вовремя, и это все горячее. Да, у детей четырехразовое питание. То есть, допустим, они привозят завтрак горячим, пища доставляется в термосах, пища сразу раздается детям на группы. У нас несколько групп и несколько филиалов сразу раздается. Дети покушают, после этого посуда выдается им, и ко времени, допустим, обеденному они привозят уже обед. После того, как они привезли обед, у детей уже тихий час. И пока у детей тихий час, няня умеет, возможно, спокойно все собрать, прибрать, и после тихого часа уже привозится полдник. Конечно, пища в термосах могла бы стоять и дольше, но, во-первых, это, на наш взгляд, неправильно, если, например, расставляем. Ну все, привезли, покушали, собрали. Нужно привозить то, что только что приготовилось, то, что уже, допустим, не постояло, там ни полчаса, ни сорока. Ни каких пищевых рисков, чтобы не было. Да, потому что, конечно, детский организм, он очень капризный к питанию, очень. Взрослый человек может отреагировать на любую бактерию, допустим, а детский, конечно, вдвойне может. Поэтому они очень стараются, это заметно, это видно, это приятно. И подтверждает, да, тему нашей сегодняшней программы, что все лучше детям. Спасибо вам большое за то, что кормите детей, за то, что вкладываете всю душу, вам искренне успехов в творчество. Ну а вас еще ждем, думаю, наш разговор о садике должен продолжиться обязательно. Вам спасибо, дорогие друзья, что были с нами, что звонили. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова